Пытая им говорили, что они могут их даже убить. Тих били палками, дубинками, подвесив на решетке окон. То есть вы понимаете, что такое груз 200? Можно убить, мы убьем, нам за это ничего не будет. Завернем вас в целые черные пакеты и скажем, что это был коронавирус. Мой муж не выдержал этих пыток, и моральных, и физических, решил повешаться у себя в камере. В отношении Аскара Умара ведется психологическое давление, с него требуют подписать расписку о прекращении его общественной деятельности. Вот такими методами 37-го года у нас идет демократия в Казахстане, жена Казахстана. Мы вот родные ребят, которых заключили 10 марта 2021 года в СИЗО, по подозрению якобы в краже золотосодержащей руды завода «Фикалил», который находится в городе Семи. Они держатся без суда, и следствия уже будет два года. По этому делу арестовали пятерых сотрудников КНБ. То есть это доказано, судмедэкспертизы доказано, Астаны и судмедэкспертизы, что они получили из них, то есть пытали вот эти вот КНБшники, чтобы получить признательные показания в том, что они не делали. Теперь нам интересно, вот кто они, вот эти вот, кого закрыли. То есть они всего лишь исполнители. Теперь нужно, им же кто-то заказал это сделать, надо, чтобы наказали и заказчиков. Потому что когда их пытали, вот эти КНБшники им говорили нашим, у кого-то дети, у кого-то мужья здесь, у кого-то братья. Пытая им говорили, что они могут их даже убить. Зам, бывший заместитель Масимова, Искаков, Руслан Серикович, сказал, разрешил им груз-200. То есть вы понимаете, что такое груз-200. Можно убить, мы убьем, нам за это ничего не будет. Завернем вас в целые черные пакеты и скажем, что это был коронавирус. До такой степени их пытали и сказали, что им ничего не будет за это. Пытки происходили ужасные, конечно. Потому что когда наступил вот этот Кантар, когда закрыли Масимова, наши ребята уже начали писать в прокуратуру. До этого не подпускали, нам свидания не давали, не давали им звонить. Под пытками заставили их отказаться от своих адвокатов, которых мы наняли. Якобы они пишут, что мы отказываемся от своих адвокатов. На самом деле это было под пытками. Отказались от общественных защитников, когда мы просились. Отказываемся, нам не надо. На самом деле потом выясняется, что их пытали и заставляли. Отказывайтесь от адвокатов. Скажите, что не нужны общественные защитники. И вот это все. При первом заявлении КНБшники не отправили их заявление в прокуратуру. Они были вынуждены объявить голодовку наши дети. После только голодовки они пустили в ход их заявления. Вынуждены были. Теперь мы сами же обследовали их. То есть МРТ, КТ, рентгентом, терапевтом, всех этих узких специалистов проверили. Сломанные ребра, поврежденные колени. То есть их били палками, дубинками, подвесив на решетке окон. По трое суток стояли на белой линии. Не давали спать по трое суток. Человек даже сутки не поспит, он уже не соображает. Заставляли заучивать текст допроса, то есть готовый ответ. Потом ведут они к себе в комнату или в кабинет следователя под видео. Якобы это они добровольные признания дают. На самом деле они заучивали наизусть. Запись ведется. Вот они как будто признанку дают. Вот так дело обстояло. Теперь они хотят прогнать вот это дело, опираясь на их добровольные якобы признания. На самом деле это было взято под пытками. И мы теперь добиваемся, чтобы дело отправили на ДС, то есть дополнительное расследование. И отпустили ребят на домашний арест. А суд был еще? Суд только начинается. И то уйма там нарушений. Уйма нарушений. Судья Коянбаев. Иерик Сирбаевич. Даже суд должен состояться либо в семье, либо в Астане. Даже здесь идет нарушение. Его назначили в Ускаменогорске. По закону так не положено. И судья рассматривает все в одностороннем порядке. То есть он отодвигает всех адатайств этих адвокатов наших. Вот такие идут нарушения. И мы теперь добиваемся, чтобы на ДС отправили дело. И чтобы на домашний арест ребят отправили. Два года просто сидят. Нам надо их лечить. Скажите, сколько у вас человек и сколько таких людей, которые вы найдете? Около 40 человек сегодня собралось здесь. Это все родственники. В общем по делу проходят. 34? Нет. 46 потерпевших. Из них 34 это по нашему делу. Сезон находится. То есть 46 человек это по-разному делу. 34 наших и другие. Там есть Чемкенский, Карагандинский и Ускаман Бипекавта. И все по одному без пытки? Нет. Нет, смотрите, пытки. Статья о пытке, которую им вменяли, посадили в КНБ. У них 46 пострадавших. Среди 46 пострадавших это разные уголовные дела. То есть, как они любят кемышники, говорят, что они хотят уйти от ответственности. На самом деле нет. Среди 46 человек есть уже освобожденные, реабилитирующиеся. И в том числе наши. А вообще по суду, который взяли, два года следствия были получать? Да. Да, получается 10 марта, вот 23 года, ровно два года будет. Они следствия ввели более полтора года. Довели, потом было ознакомление, и вот суд передали. И суд тоже. Очень много нарушений. Мы пришли к генеральному прокуратуру все эти нарушения показать. То есть, мы их сами выявляем, сами показываем. На ходатайство наших адвокатов судья дает отвод. То есть, это наводит на мысль, что судья тоже в одностороннем порядке. На него тоже идет давление, потому что сотрудники КНБ во все органы залезли, куда могли уже. Что вы намерены делать? Мы намерены требовать, чтобы генеральная прокуратура, в лице вообще прокуратуры, ходатайствовала. А при остановлении дела отправили на дополнительное следствие. А пока будет это дополнительное следствие, мы требуем, чтобы наших родных отпустили на домашний арест, потому что надо их лечить. Потому что экспертиза все доказывает. У нас медицинский документ целая папка, что они уже полуинвалиды. Я Замата Васе. Мой супруг Тизиквая Форнбек. Он также находился в СИЗО города Астаны, где его довели до суицида путем пыток. Угрожали детьми, что привезут дочь в следственный изолятор, закроют ее в соседней камере и будут над ней, получается, издеваться. Осужденные будут издеваться, надругаться. И ты это вынесешь, Герд, все издевательства. Сказали, что мне подкинут наркотики и заведут дело, если ты не признаешь все статьи, которые сейчас вменяют. Таким образом, мой муж не выдержал этих пыток, и моральных, и физических, решил повешаться у себя в камере. Чудом какой-то следственный оперуполномоченный зашел в нужный момент, где сняли его с петли, и чудом остался жив. На фоне этого, ему еще до этого сломали ребра. Ребра сломали, чтобы он какие-то сделал выдачи, денег и тому подобное. Заставляли прямо с банковских счетов снимать наши накопления и заставляли приносить в КНБ, где мы отдавали эти деньги. Также, когда он повешался, его начинали наказывать. Ты, говорит, хотел бунт поднять в СИЗО, вот тебе наказание. Вешали, наручники одевали, вешали к решетке, чтобы он висел и подумал. Сейчас, говорит, тебе, 20 минут повисишь, кровь не будет поступать, тебе руки отрежут. Нам, говорит, сам Масимов сказал, дал указание. Пока вы у них нужную информацию не выбейте, которую нам нужно, говорит, можете, говорит, до двух, говорит, двух человек можете убить спокойно, и вытащим их, как коронавирус, говорит. В черном целлофане, говорит, и никто не узнает, никому вы не докажете, и ваши родственники не докажут, говорит. У нас были адвокаты свои частные, от которых они заставили отказаться, сотрудники наших, потому что они сами начали, адвокаты пытались к ним зайти, а сотрудники КНБ заставляли моего мужа писать. Я отказываюсь от этих адвокатов. И заставляли брать госадвокатов, которые, госадвокаты, никак нас не подпускали к себе. Они все видели, все эти пытки, но нам не доносили. Хотя мой муж сколько раз просил записки передавал, просил помощь, чтобы он передал. Но хотя мы до этого сколько писали по правам. На каком основании вы забывали туда вообще изначально? Изначально все по этому делу. Золотозабывающий завод, Фекалил, где, например, Масимов тоже является каким-то учредителем или какой-то дольщик. В этом смысле, наверное. Ну и еще рейдерский захват мы так полагаем. Рейдерский захват больше никак. В 2021 году, в 2010 году, науырзу, дамын, бастап, в Курамында «Алтыны бар» деген, «Кейнды орлады» деген айыппен, осы турстарымызды жапты. Содан бастап, не бізге адвокат алғызган чоқ, адвокаттан аткажасат кызды, не біз апшистыңызда шетник болалмады. Балаларды біз бір жыл көрген чоқпыз. Бізге көрсеткен чоқ. Одан кеймене қантар оқиғасы болып, как Масимов қамалды. Балалардан естегеніз, балалар деген бәпши біткеткен. Пачты инвалидтегі болады. Бұрын қабырғасын сынырған. Ишінде бала бар 12 сағат қарты квартсы лампының астында сұтаған ана баланы, екі көзін жандыры жүрген ғой. Қанчы өзіңіз ой, қарты квартсы лампа деген, өмірінің басын құртты ғой. Қазір бала сезуда ауыру ғышындағы керек. Енді құлақтарынан барабаны беріп, қанғы құлақтан тағы сәткізейдекенде, барабаны беріп, қонкалар жарылғандар. Ауызайында ұстық кепетінек тұқандары бар. Артына резиновый дубинка тұғамыз деп бастарыны унитазға тұқандары бар. Далады, қақаған аязда менің баламды, жалан аяқ, жалан бас қорпыстан қорпыстан арасында сүйретейдекен баланы. Оданген үсіне соқ-суғия декенде, далаға бар тұрғыс қоя декен. Көріңіз бәс, онда бұл жазықсыз баларды, қазғысы бұра дұраттам. Например, мен әсемге, сен әсемді көрдім, алтына кетіп бара жасқан, елі бұлмаса анақ престипулейнен жасаты деп айттеп, тек білейдеген, ұрып еріксіз бала әптен жанына батқанан кейін істейді. Қой 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 өт. Оданген айтадекен, анаса тұрғыдінің көрің жанатпек деген, руководител, тер емсоқ, тергеудің бастығы. Шақыры балады, қамид қайта деген, ұрып соғып, мойында қызасын деп айтадекен. А қамид қалады, жас бередеген, қолымен. Жас береп, нан жаттайсын, етін камераның алында сен осы сөзді айтасын дейді. Содан бұлар ұрып, соғып, сөйтіп, айтқызған қой. Қаңынша бала мәне, қазы ұжы инвалид бұлар, құшындағы ерік. Бір бала асылы бөлік қалды. Оған 5 миллион ақша кел, деп теп кілеген, тек білеген, тек білеген асылы бөлік қалды. Қазыр бала шағасы жас, жағдайлары жоқ, дат жағда тұрат ол күсілер. Қорқад, әлігінгі дейін қорқад, көмбі оны қорқып тұстыған ол әйелді бала шағасымен. 15 жастағы бала өжіп, қадымғы де әкесіна асылып тұрған көргенінен қазыр жағдай ол балаға да көмек керек медициналық на бірбір. Дела закүрелі. Сонда мәне біз бір жыл болды аяғымыздан жүгіре-жүгіре балларымыз, өзі ақшаларымыз. Бен әйелді қараттық, әйтің жүгіре-жүреміні спецпрокурорды сұрадық, әйтің біз көміні жапты, қызметкерлерін жапты. Бұлар тек қана орындаушылар, әлі бүріп бергендер ғайды, тапсырыс бергендер ғайды, сол азаптап жатқанды көргендер ғайды, сол қылмыстық көт жүмғандар ғайды. Неге олар тегілік тергелмейді? Неге оларды жаппайды? Қазырын апыңыз деланы өткізді? Судия қоян баев, Ерик Сербайович деген кісі ғарбатыр. Ол кісінің өзіне қысым болған, ол кісінің өзіне сонда қысым болған соншалық, ол кісі тек қана бір жақтығана ғарбатыр істі. Ана жақтан түскен қатат айысты, елі болмаса ана айып талышылың пікіріне өзі құлаға аспайды. Тек қана бір жақтығана ғарбатыр. Судия, напырмір, ешкенге бағым бау керек, ешкенне қорқып бау керек деген судияның өзі қазыр. Судияның өзінің қорқыты қойған. Сондықтан біздің жанайғайымыз не? Екі жыл болды мені баллар отыр. Моралин психологически олар әптен құрыған баллар, денсаулықтан құрыған. Біздің енді келген талауымыз бұжырды. Міна үсті, қайтадан қарауға жіберсін, әділ қаралысын, и балларды дамашыны арисқа жіберсін деп талап етіп келдік. Үйткені оларды емдет өкерек. Емдетпесе болмайды. Менің балам, Сапсау баланы, беш жерден пазманы үшінен ғыржа дискі болған. Сүйретіп тек білгені. Жатқыз қойып үстіне секіредекен. Ол не деген сондық? Жатқыз қойып үстіне секір, қабырғасын сындырғандар бар. Оны біна астана сот медициналық сараптамасы раста отыр. Бұның барлығын. Експертиза тұғыл дайын. Әлі де қамалмағандар бар. Әлі де қашып жүргендер бар. Бұның барлығын сондық. Жел 90-шы өзіміздің арамызда жүрген ұлтшанды азаматымыз Мінаасқар Омар үшайдан төртайға кетті. Мені жазықсыз әлігін көдейін ішқандай қойған айып жоқ. Соны осы ваққа дейін сұта батыр тұған наразылығымызды білдіріп, занды түрде талап қой батырмыз, екішқа батыр қойғамыз. Енді тағы да мене кел батырмыз, кен прокуратураға. Өзінің ден салығыда нәшәрліптан жерде жатып, ана жақта анасы 90-ға кеген жылап-жылап көзінен айрыл батқан көріндеді. Енді мына қадырмына Тоқаев Мұрза әділдік, адалдық орнататын заман болды. Жаңа Қазақстан де батырмынан да қорлықты тоқтатсында. Көріп тұрмыз, алдында бірнеші рет кел бейс-кел бұжасадық, босатыңдар деп талап етпетірміз. Енді құрыметті Қазақстан президенті Тоқаев Мұрза сіздің құрып жатқан жаңа Қазақстанды көрек. қазақстан алқтыры оңыз бәділен. Пресс-секретар не может выйти и дать пояснение, почему в течение трех месяев после обращения ке заместителю генеральной прокуратуры прогурора Мералеева, он до сих пор не может выйти и пояснить, какие процессуальные действия прокуратура приняла в отношении онкобольного человека, который содержится в СИЗО. В отношении Аскара Умара ведется психологическое давление, с него требуют подписать расписку о прекращении его общественной деятельности. Вот такими методами 1937 года у нас идет демократия в Казахстане, жена Казахстана. Янушев в Казахстан, в Турганске, в.'" Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok